окей друзья доброго времени суток у нас в нью-йорке добрый день а соответственно в москве у Григория Меламедова профессора доктора исторических наук добрый вечер Григорий рад вас приветствовать добрый вечер доброе время суток и рад приветствовать всех кто с нами доброго времени суток и у нас с вами уже четвертая встреча по истории Иерусалима и сегодня ну мне кажется один из самых интересных периодов мы закончили прошлую нашу сессию разговором о декларации Бальфора и сейчас мы немножко поговорим о разных реакциях на декларацию Бальфора и поговорим о первых годах британского правления уже британской мандатной в Алистине ну Григорий вам слово очень рад вас видеть взаимно очень рад знаете что хотел сказать для начала во первых мы постараемся немножко ориентироваться на те вопросы которые были в прошлый раз поговорим и о деятельности Рава Кука в Лондоне в тот период когда обсуждалось принимать или не принимать декларацию Бальфора и немножко поговорим о том почему все-таки лорд он так выступал против это вообще принципиальный вопрос и дело в том что мы увидим насколько это перекликается с современностью вот это очень интересная тема я думаю что у нас еще будет одна важная очень тема перекликающаяся с современностью тоже наверное в рамках может быть нашей следующей лекции разговор о еврейском вот мы говорили о христианском сионизме такой парадокс да но мы поговорим сегодня в лице лорда Монтегю один из представителей такой еврейского эстеблишмента который выступал против но я думаю что мы коснемся также и темы тех кто сегодня называют харидим ультра-ортодокса которые выступали против во главе с Абзоновым конечно выступали против любого сотрудничества с сионистами я не знаю успеем ли мы сегодня об этом поговорить наверное это будет уже отдельная тема очень интересно я вот что хотел сказать вот сейчас упомянули опять тему христианского сионизма дело ведь в том что та версия принятия декларации бальфора который мы озвучили в прошлый раз это как бы мейнстримовая версия общепринятая ну так вот вкратце что англия не хочет делиться с францией нужен какой-то повод чтобы оставить повести на себе вот используется такая комбинация с обещанием евреям вот но здесь далеко не все ясно здесь есть очень много разных мнений вот например есть очень интересная книга называется библия и меч автор барбара хакман она не только американский историк она еще и внучка американского посла в османской империи вот как раз в этот период вперед первой мировой войны и она пишет очень интересные вещи она полностью разбивает доводы о том что якобы это это все было сделано для того чтобы привлечь еврейские общины америки американских банкиров или привлечь кого-то из революционного руководства в советской россии вот она пишет что совершенно невозможно себе представить чтобы британские лидеры того периода были настолько наивны дальше она говорит что вообще говоря что же это за политика такая если взять удельный вес сионистов среди всех еврейских течение того времени но точнее их влияние то это не будет большинство если брать сторонников ассимиляции если брать харидим они как раз отнеслись ко всему этому отрицательно поначалу и в общем то парадоксальная ситуация что англичанам приходилось уговаривать евреев сплошь и рядом мы это сегодня увидим вот и дальше она приходит очень интересному выводу я сейчас одну секундочку прямо вот отсюда даже зачитаю невозможно невозможно предположить что британское правительство было настолько наивно либо настолько плохо информировано чтобы не знать об антисионизме тех людей на которых якобы пыталась оказать влияние лоидс джордж обладал трезвым рассудком вальфор холодным острым умом неужели следует поверить что они при поддержке милнера черчилля генерала сматца и большинства фигур в империалистическом военном кабинете министров так небрежно провозгласили бы декларацию вальфора несколько лет спустя у инстон черчилль скажет едва ли найдется шаг сделанный более взвешен и вот хакман делает вывод сознательно или это взвешенность скорее всего имела какую-то цель сознательно или нет этой целью была британская они еврейская совесть как лорд шефсбери некогда хотел вернуть евреев палестину ради второго пришествия христианской мессии так британское правительство теперь повторили эксперимент ради в кавычках трезвого нравственного подхода то есть идея в том что англичане сами для себя искали оправдание они хотели не просто занять палестину а сами чувствовать что они делают нечто вот такое очень важное нечто мессианское и споры на самом деле на эту тему не утихают до сих пор вот и я думаю вот не знаю вы со мной согласитесь или нет как только начинают говорить о еврейско христианском диалоге вот о отношениях о современных отношениях начинаю вспоминать холокост и другие моменты вот мне кажется что ситуация с декларацией бальфора когда вдруг по непонятной вроде бы причине всю английскую верхушку аристократическую весь истеблишмент охватил такой энтузиазм по поводу создания еврейского национального очага вот если мы в этом не разберемся если мы не поймем когда-нибудь я имею ввиду мы в широком смысле в чем же здесь дело что это за ключик мы не разберемся в еврейско христианских отношениях что вы знаете я с вами полностью согласен я вообще считаю что ну у нас понятно как у всех существуют свои какие-то определенные травмы и в наших взаимоотношениях с христианством это не совсем наша тема сейчас на нашем отношении с христианством безусловно полны таких очень травматических моментов и понятно что холокост который произошел катастрофа европейского юристов которая произошла на фоне того что это была в общем-то христианская цивилизация у нас была целая как мы помним конференция посвященная этой теме я сейчас не хочу к этому возвращаться но я думаю что один из выводов которые мы можем сделать что конечно трудно ожидать объективного подхода со стороны народа который испытал такую глубокую историческую травму с одной стороны может быть настало время назрело так сказать время немножко более взвешенно оценить в том числе и тот вклад который христиане не только христианские христианисты но вообще христиане принципе вложили в то что мы сегодня называем государством израиль я говорю не только о поддержке современной поддержки тех же евангелистов там тоже есть конечно свои интересы там все не так просто но я говорю в общем конечно а в эпохе которая в итоге привела к декларации бальфора и это движение началось в англии и ну вообще на самом деле я с вами согласен вот есть такая замечательная книга которую написал она есть на русском языке книга называется русалин очень хорошая книга и она все время продавалась в издательстве гишарим автор этой книги сэр мартин гилберт мартин гилберт как вы знаете официальный историк он написал прекрасную биографию уинстона черчилля который тоже кстати был в плеяде христианских сионистов а черчилль я думаю мы еще отдельно поговорим и вот здесь он очень подробно описывает здесь интересные очень вообще в этой книге моменты из описания того как вообще выглядел иерусалим начале двадцатого века здесь огромное количество информации книга очень интересно и вот он описывает как иерусалим праздновал ход алленби ведь алленби это было руководство из лондона входят в иерусалим и была большая буря эмоций когда он туда входит мы знаем что капитуляция была подписана три раза при этом англичане повели себя очень скромно он входит в отличие от как свое время вы помните кайзер вильгельм его карета не проходила в явские ворота был сделан специальный пролом пролом в стене ради кайзера вильгельма алленби входит пешком он входит как пилигрин он входит к стенам святого города и нету знамен нету знамен ни одной из победивших армии это были инструкции прямые указания из лондона то есть иерусалим обладает особым статусом очень спорная фигура в особенности в сионистских кругах первый градоначальник иерусалима роналд сторс которому принято предписывать такой если хотите антисионизм на самом деле фигура достаточно интересная роналд сторс пишет очень много о том какое значение имеет иерусалим для израиля для еврейского народа и миссия англичан он пишет об этом несколько раз в своем состоит в том чтобы придать иерусалиму должный статус иерусалим который был провинциальным городом должен стать подлинной столицей это город который должен стать столицей и один из самых известных указов роналд сторса это конечно его один из первых в общем-то указов о том что в городе будет запрещено строить любые постройки кроме как и знаменитого белого иерусалимского камня мы роналд сторс во многом этим обязаны вот кстати сейчас я покажу вам фотографию давайте посмотрим как выглядел роналд сторс первый иерусалимский городоначальник что-то похоже у меня этой фотографии здесь нет я прошу прощения но она у меня появится может быть чуть позже я вам покажу но во всяком случае вот из описания которые есть в этой книге во многих других которые я читал складывается картина тем более что мы знаем что это действительно выпало на хануку завоевание иерусалима англичанами это была третья свеча хануки и на тот момент энтузиазм был огромным в английских кругах еврейских кругах что интересно даже арабы на первом этом этапе еще достаточно дружелюбно это восприняли тем более что имя алленби у них ассоциировалось аль-наби то есть пророк и он пришел из египта и были какие-то арабские как здесь пишет мартин гюберт были какие-то арабские истории связанные с тем что пророк или потомок пророка должен прийти из египта освободить арабов от турецкого дниота какие довольно интересного здесь приводят документы но мы знаем что это отношение очень быстро изменится так что я конечно с вами согласен ваше ацентство безусловно вот амир кесен сторц стал градоначальником иерусалима практически одновременно с тем как верховным комиссаром то есть управляющим палестиной стал сэр герберт семюэль человек про сионистских взглядов и мы о нем сегодня поговорим и герберт семюэль был никем иным как племянником того самого лорда монтагю одного из главных оппозиционеров по отношению декларации бальфора среде английских евреев и вот сейчас давайте немножечко разберем собственно говоря позицию лорда монтагю это типичная позиция человека который придерживается принципа я еврей дома на улице я англичане или соответственно американец он направляет меморандум летом семнадцатого года меморандум в правительстве и провозглашает там следующие тезисы сионизм это опасное политическое озорство он начинает с этого и вообще английского джентльмена который днем и ночью думают только о палестине и о том как поскорее вытряхнуть из своих башмаков английскую почву такого человека нельзя считать хорошим британцем и нельзя допускать чтобы он принимал участие в общественной жизни великобритании вот такое вот отношение дальше заявляет монтагю не существует единого народа евреев он сам например англичанин еврейского вероисповедания есть французы еврейского вероисповедания это все совершенно разные теперь народы когда-то были единым теперь разными говорить о том что это при единый народ это он пишет в своем меморандуме такая же нелепость как например говорить что француз христианин и англичанин христианин являются представителями одного и того же народа только потому что у них одинаковая религия вот такой вот и рис дальше он опасается что на самом деле как только будет принято решение о создании еврейского национального очага в палестине правительство всех стран в том числе и правительство англии начнут просто изгонять туда своих евреев то есть что это своего рода ловушка и более того даже если кто-то и не и не будет туда изгонять то евреев будут подозревать в двойной лояльности и это усилит антисемитизм очень сильно по всей европе вот такова позиция монтегил дальше он говорит что евреи из разных стран с разным менталитетом с разным языком приехав в палестину просто не смогут друг друга понимать они получат какие-то руководящие посты они будут получать хорошие земли они будут объяснить местное арабское население но ничего создать не смогут это будет какое-то вавилонское столботворение он проводит именно вот сравнение с вавилонской башни дальше монтегю говорит что давайте мол вспомним несколько волн алии которые уже были до этого кто в итоге все-таки туда поехал как он считает он считает что туда поехали все-таки люди с религиозными соображениями поэтому да если кто-то по религиозным соображениям считает своим долгом ехать в палестину как еврей как иудей да очень хорошо это можно понять пусть тогда для таких людей устраивают своего рода религиозный экзамен проверяют сказать действительно ли они такие религиозные как говорят и наконец последний довод в котором монтегю согласен с ортодоксами это довод о том что возвращение в эра цисраэль должно произойти только с приходом машеоха а машеоха пока нет вот такой меморандум его поддержали довольно влиятельные люди в частности его поддержал клод монтефиоры потомок того самого монтефиоры о котором мы говорили в прошлое нашей передачи это был человек в общем то тоже вот таких живот ассимиляционных взглядов и он придерживался новых течений в иудаизме ну тех которые сейчас могут называть реформистами я не хочу сейчас как-то судить о реформистах но во всяком случае это течение которое тоже провозглашала что евреи это конфессия а как граждане они англичане и не стремятся к возвращению в палестину англичане моисеева вероисповедания по аналогии с тем как говорили в германии немцы моисеева вероисповедания их поддерживал среди видных англичан но прежде всего лорд керзан лорд керзан первым выдвинул идею о том что палестина просто по силу узости своего рынка в силу экономических причин не в состоянии принять большое количество репатриантов а кто им противостоят на религиозном уровне конечно раф кук уровне такой светской политики представитель дома ротшильдов волтер ротшильд причем волтер ротшильд совсем не был изначально сторонником пропал звук нет мы вас слышим я просто вижу в чате да так вот значит волтер ротшильд сначала тоже относился к сионистам очень скептически тоже считал это политическим азартством но его как ни странно убедили представители английской аристократии то есть как раз тот случай когда англичане убеждают евреев и он потом написал грейсману главе сионистской организации хайму грейсману что в общем то он склонен согласиться с его доводами и что и что собственно говоря повлияло на ротшильд на него повлияло соображение что ни в коем случае нельзя допустить раздела палестины между англией и францией потому что тогда получится что и еврейская община палестине включая старожилов и репатриантов тоже будет разделена государственной границы а это будет катастрофа с точки зрения вообще дальнейшей репатриации и дальнейшей судьбы еврейского народа ни в коем случае нельзя вот этот довод народ что это произвел впечатление и ротшильд стал действовать через лондонские еврейские общественные организации и добился в течение лета семнадцатого года что сторонники монтегю и монтефиоры потеряли там большинство большинство голосов это был удар так сказать с одной стороны а раф кук действовал по религиозной линии он рассылал письма статьи статьи печатались в английских газетах но он обращался прежде всего к евреям он обращался прежде всего к раввинам к синагогам где доказывал что ставить вопрос о разделении национальности и религии это принципиально неправильно ну и естественно он приводил свои доводы пользу этого монтегю допустил конечно большую ошибку когда сослался на религию когда он сослался на то что должен сначала прийти машевах получилось так что на заседании британского парламента решающим сторонники декларации бальфера выдвинули такой аргумент вы послушайте если речь идет о еврейской религии то на чьё мнение мы больше можем полагаться на мнение лорда монтегю и на мнение такого известного раввина как рабе кук вопрос был решен ну видите очень интересно то о чем вы рассказываете тут еще такой момент по сути и сторонники и противники и лорд монтегю и барон ротшильд в общем то наверное на тот на тот момент истории англия у нас единственная страна где у нас есть вот такая вот еврейская аристократия которая представлена как теми кто выступает за сионизм а я хочу вам напомнить что письмо лорда барфора официально было адресовано именно алайнеру валтеру ротшильду и ротшильд в этом плане выступает действительно упомянули его имя сейчас посмотрим его фотографию выступает как бы официально получателем письма и но действительно довольно большой его вклад то что произошло его личная дружба с хаймом войти нам тоже сыграла конечно очень большую практически не коснулись личности хайма войти но я думаю что без его очень активного участия конечно не было бы декларации барфора да сейчас давайте о нем расскажем хорошо конечно значит хайм вайсман или вейтсман по-разному его называют собственно выходец из российской империи из белоруссии он получил образование на западе стал ученым химиком выдающимся ученым химиком при этом сначала учился в берлине потом он работал в женеве потом он жил в лондоне соответственно он хорошо владел европейскими языками и он производил очень благоприятное впечатление на всех с кем он общался потому что так сказать мог выглядеть как английский джентльмен и как француз если надо он возглавил ту самую сионистскую организацию ахистадрут ационит которая была в свое время создана террор террором герцлем после герцеля был вольф сон о нем так историки упоминают не очень много и вот потом вся низкая организация возглавляет вайсман и как раз в это время начинается первая мировая война и вайсман сотрудничает с английским военным министерством как раз по линии химии он изобрел новый способ получения ацетона который необходим для снарядов и на этой почве он как раз сходится с бальфором который тогда выглавлял военные министерства одно время и соответственно заводит контакты и слой джорджем и с массой других людей в английском истеблишменте и все они отмечают то что как хорошо вайсман умел себя подать как хорошо он умел подать сионизм что он совершенно был лишен каких-то местечковых таких привычек будь то акцент или жестикуляция его все принимали за своего он был очень активен он вел переговоры с самыми разными европейскими лидерами в самых разных странах вплоть до того насколько я знаю что даже встречался с папой в ватикане и смог в какой-то степени сыграть на противоречиях между католицизмом и православие то есть добиться потом действительно ватикан потом будет будет выступать против британского мандата но на каком-то этапе все-таки сопротивление ватикана стало меньше вот ну и дальше уже мы будем еще много раз встречаться с вайсманом уже в палестине поскольку он еще долго будет возглавлять и сионистскую организацию в общем мы к этому вернемся еще один вопрос который нам задавали несколько фотографий с вашего позволения это фотография его довольно может не столь широко известная вы видите здесь печать британского форен офис фотография 915 года то есть как раз того времени о котором мы с вами говорим а эта фотография его в нью-йорке с инштейном встреча с еврейскими делегациями это уже довольно широко известная фотография более позднего периода мы знаем что он будет играть очень важно важную роль дальше в сианинском движении но мы еще об этом явно поговорим кто-то кто-то пошутил что если ленину предать немножко больше семейских чек то они будут младен но в прошлый раз был задан еще один очень интересный вопрос почему часть евреев сионистов известных людей в частности бен-гурион мошэ шарет будущий если не ошибаюсь министр иностранных дел правительстве бен-гурион и многие другие почему они в начале первой мировой войны призывали к тому чтобы поддерживать турцию они англию причем если бен-гурион не успел повоевать на турецкой стороне то мошэ шарет успел и между прочим это прошу прощения те соображения которыми они руководствовались это отнюдь не глупости это были соображения очень и очень серьезно прежде всего многие еврейские репатрианты в палестине при турках имели статус ну как сейчас сказали бы это вид на жительство но они считались гражданами тех стран откуда они приехали в частности например российской империи и поэтому существовала угроза что турки их просто вышлют уже были такие прецеденты что турки выслали группу российских граждан не разбираясь кто там христианин кто еврей кто кто в какой национальности выслали их к англичанам в египет и конечно этого нельзя было допустить второй момент уже в начале войны было в палестине раскрыто турецкими так сказать спецслужбами подпольная организация еврейская которая занималась разведкой в пользу великобритании и это могло бы иметь очень плохие последствия если бы еще что-нибудь такое было бы раскрыто то обвинение в нелояльности вспомните что случилось с армянами еще очень важный момент такой что ведь палестине в годы первой мировой войны была настоящая гуманитарная катастрофа там мало того что там был голод там была эпидемия холеры потом еще эпидемия сионисты чувствовали свою ответственность не только за ново прибывших евреев но и за старожилов даже за тех кто плохо относился к самим сионист проще говоря людей нужно чем-то кормить нужны какие-то деньги до сих пор деньги в основном поступали от еврейской диаспоры а тут-то война границы закрыты денег нет откуда могут поступать деньги только от союзника турции кайзеровской германии поэтому ни в коем случае нельзя портить отношения не с немецкими офицерами которые там были в турецкой армии не с самой турцией не с турецким наместником джемаль паша который руководил палестиной учитывая коррумпированность турецких чиновников и учитывая все власти джемаль паши в палестине нужно было еще добиться чтобы посылаемые деньги все-таки дошли до адресата они осели где-нибудь джемаль паша это вообще фигура интересная он неплохо относился к старожилам он очень хорошо относился к ортодоксальным евреям он сам был женат на еврейке но при этом он никаких симпатий к сианистам не испытывал он трезво смотрел на вещи понимал чего они хотят чего они добиваются что в конце концов речь идет о независимости вот и поэтому например бен бурион сразу же как только началась война как это описывает скажем михаил штеренчес отдел феску и стал ездить по палестине пропагандируя общее османский патриотизм а дальше добавились еще причины это же причины достаточно веские например то есть это те же причины которые повлияли на барона ротшильда стремление не допустить разделу палестины между державами например допустим если турция выходит из войны заключает перемирие и и происходит какой-то дележ палестины скажем между часть остается у османской империи турция часть переходит к англичанам или допустим побеждают союзники и реализуются соглашение соглашение какие-то англо-французские тоже нельзя этого допустить так уж лучше по мнению вот некоторых видных деятелей сианистского движения уж лучше пусть будет единая община пусть в составе османской империи но единая то есть как видим вот все это очень неоднозначное это что мы говорили про лордом монтекю и то что мы говорим про людей которые выступали на стороне турции изначально правда потом все таки бен-гуриона оттуда выслали он вступил еврейский легион в составе британских сил правда я не читал особенно о том принимал ли он участие непосредственно военных действиях он не успел принять участие военных действиях он был только распортирован в египте и заболел дизентерией и собственно на этом все закончилось но есть его очень известная фотография оттуда и сейчас мы с вами эту фотографию увидим вот это собственно давид бен-гурион тогда еще грим конечно да в британской военной форме причем интересно что пользуясь тем что у него уже был какой-то военный опыт ему сразу предложили чин капрала а не солдата и он этот чин принял ну а это конечно люди которые стояли у истоков первого еврейского воинского формирования которое было создано которое было с как мы знаем с еврейскими регалиями с нашивками там и так далее то чтобы собственно было названо в итоге до легионом это конечно владимир жаботинский ну и еще одно лицо которое здесь сыграло очень важную роль формирование легиона это человек в честь которого будет в итоге названа организация битар битар это сокращенно брит юсеф труппельдор союз юсефа труппельдора это сам юсеф труппельдор ветеран японской войны потерявший там руку но как мы знаем но вот вы говорили очень интересно вы коснулись того что часть том числе и сианинского стадишмента была на стороне турков надо вообще сказать что усилия жаботинского по формированию вот этого еврейского легиона вообще встретили очень большое сопротивление и основное руководство сианинского движения считала вплоть до конца войны что нужно придерживаться нейтралитета а как мы знаем же ботинский уже в 1915 году добился того что будет сначала сформирован так называемый корпус погонщиков мулов и хотя название выглядело весьма унизительным именно труппельдор уговорил принять это соглашение принять так сказать это предложение англичан и воевали они в галлиполе воевали они и даже какое-то количество людей потеряли примерно 40 там было раненых несколько убитых и отметились боях некоторые получили награды а вот уже в девятьсот семнадцатом году был сформирован действительно легион из королевских фузельеров там было 5 батальонов не всех приняли участие в боях боях за освобождение русалью смогли принять участие только некоторые но вот здесь есть в этой очень интересной книги все-таки позвольте короткую цитату оттуда книга которая сегодня уже упоминал книга мартина гилберта иерусалим здесь он как раз приводит короткий эпизод уже окончания войны когда англичане берут на бисамуэл на бисамуэл это одна из таких очень знаковых высот мы знаем что крестоносцы с ричардом львиное сердце остановились там они не смогли в итоге дойти дальше англичане захватывают на бисамуэл в конце ноября семнадцатого года и вот что пишет здесь мартин гилберт в армии которая подошла наконец к иерусалиму было много еврейских солдат служивших в двух специально набранных батальонах королевских фузелеров но в итоге будет 5 но на тот момент только по участку и пояк известных как еврейские батальоны или жиды и они кстати говоря их конечно присутствовал антисемитизм что уж говорить как наверное всюду в то время их называли соответственно жиды они сами взяли себе такое вот едишская такой яиц евреи 38 батальон был набран в соединенном королевстве в британии 39 в америке потом будет еще и 40 батальон который будет набран в палестине уже среди евреев и вот к нему будет приквартирован в итоге бангурен полковник рональд сторс которому в скором времени предстоит стать военным губернатором иерусалима писал своих мемуарах британский генерал командующий одним из подразделений бравших иерусалим рассказал мне что самый безрассудный героизм который он когда-либо видел привил юный эфрейтор лодонского полка еврей который поднявшись на вершину холма увидев иерусалим казалось переродился он в одиночку бросился на турецкий пулемет уничтожил весь расчет и захватил пулемет вот такие эпизоды героизма были хотя об этом у нас тоже как-то часто вспоминают потому что в общем конечно во многом усилия легиона были все-таки во многом символичны хотя не принимали дальше уже участие в составе нескольких батальона в боях решающих боях за мегидо и в переправе через реку и орда за что многие получили награды но вот вы говорили о позиции которые поддерживала турков а истеблишмент еврейский сионистский на тот момент в основном был на нейтральных позициях и жабатинский во многом оставался в меньшинстве то есть его не поддержали не только в лондонском военном министерстве его не поддержали и вся низком движении и в итоге жабатинский напишет целую книгу об этом может быть я позволю себе короткую цитату из его книги о полке он кстати упоминает вещи о которых вы сегодня говорили вы коснулись того что одна из причин по которых но по которой многие поддерживали турков связано с тем что турки уже начали выселять евреев граждан стран антанты и вот интересно что анализ жабатинского будет как раз противоположен сейчас посмотрим что он пишет в своей книге я позволю здесь короткую цитату слова о полку и вот здесь он рассказывает о том как зародилась мысль о легионе и как раз он рассказывает о том как в начале декабря четырнадцатого года приехал в александрию и английский чиновник ведь а в руках его русский паспорт упомянул как бы вскользь на днях сюда привезли на пароходе изъявка чуть ли не тысячи сионистов турки их выгнали из палестины на тот момент жабатинский было уже пятый месяц войны он был в роли корреспондента русских ведомостей и общем-то скитался по разным местам европы я пропускаю тут некоторые места и касаясь только того что нам в особенности с вами интересно как мне кажется и он говорит здесь так я поехал в бордо и там в одно мокрое утро прочел на стене афиша о том что турция фактически примкнула к центральным державам и начала военные действия вы знаете что интересно в жабатинском это человек который предсказал холокост задолго начался и он один из первых понимал уже в самом начале войны смотрите четырнадцатом году понимал что необходимо действовать на стороне противников турции потому что турция войну неизбежно проиграет и он на тот момент абсолютно в меньшинстве вот что он пишет здесь признаюсь до того утра я себя чувствовал бордо и повсюду просто наблюдателя без особенных каких-либо побуждений пламена желать одной стране полной победы или полного разгрома другой ориентация моя в то время писалась так мир в ничью и как можно скорее турецкий жест в одно короткое утро сделал из меня фанатика войны до конца сделал эту войну моей ну и он здесь я пропускаю некоторые подробности но вот то что интересно здесь и то что нам важно как мне кажется в том что турция раз она только вмешалась войну будет разбита и разрезана в клочья у меня сомнений опять-таки не понимаю как вообще могли у кого-то у кого бы то ни было зародиться на эту тему сомнения тут дело шло не о гаданиях а просто холодной арифметики числовой и жительской рад случаю сказать это здесь так как меня в те годы обвиняли в игре на гадательную ставку его практически никто не поддержал в турции я прожил долгое время газетных корреспондентов я держусь очень высокого мнения газет на время следа муки мы пропускаем данном случае несложная правда о турции была известна не только профессорам а даже и посла конечно того что германия будет разбита до сдачи на милость не мог в то время предвидите журналистов еще 14 год но что по всем счетам этой войны платить будет главным образом турции об этом у меня и сомнений не было быть не могу камень и железо могут выдержать пожар деревянная постройка должна сгореть и не спасет ее никакое чудо и вот в этот момент у него уже в четырнадцатом году зародилась мысль о еврейском боевом контингенте он не помнит точно когда и где но он говорит полагаю что мне вообще всегда было ясно если приключиться когда-нибудь война между англией и турцией хорошо было бы евреям составить свой корпус и принять участие в завивании полистин хотя до того дня в бордо я в этом отчетливо никогда не думал или вот после этого он оказывается в северной африке тут он подробно описывает в том числе свою встречу с максом нордов еще один интересный эпизод как мы знаем макс норду один из ближайших соратников герцеля тоже на самом деле макс норду который как он пишет не тем будет вспомянута франция так как он его выселили как венгерца мы знаем что были такие целые компании выселения из-за того что в общем-то война европу разделила он отнесся к идее участия еврейского контингента в операциях на восточном фронте крайне скептически он говорит мысль может правильно но где мы найдем солдат все служат местных войсках нейтральной части европы еврея мало америка далеко и у евреев есть какой-то нелепость сентиментальное отношение к турции кузену нашему измаилю ну и вот на следующей странице сейчас если у меня получится я еще один короткий отрывок из разговора с нордом говорит на этом уже батинский доктор сказал я не держать же нам курс на идиотов не только турок нам не пузе с поделем измаилом нет у нас ничего общего мы слава богу европейцы 2000 лет помогаем строить европейскую цивилизацию кстати это одно из очень интересных тоже конфликтов внутри вся низкого движения мы знаем там возникают сентименты к востоку среди одной части а жаботинский в своей знаменитой статье восток пишет о том что все эти сентименты они нелепые никакого вообще отношения мы к востоку не умеем это его однозначная точка зрения вот еще одно место из другой вашей речи запомнил идем палестину чтобы раздвинуть моральные границы европы до самого эфрата и он отвечает ему покачав горовой очень мудро это молодой человек логика логика есть искусство греческое евреи терпеть его не могут евреи сует не по разуму он не купит зонтика только потому что в небе появились облака он раньше должен промокнуть и схватить воспаление легких тогда другого дела это мне что-то напоминает нашей истории знаете неоднократно повторялась много прошло времени пишет жопатинский пока постиг всю правду этого замечания тогда между прочим обнаружил что есть на земле еще одно племя с точно таким же отношением к логике тучам и зонтику это англичан но мы знаем что жопатинский помимо всего прочего был еще и англофил ну вот такая цитата из жопатинского спасибо интересно очень но знаете вообще все таки уже по ходу войны ситуация стала меняться во-первых очень сильно выросла численно и консолидировалась сионистская община соединенных штатов если в самом начале войны ее конечно даже нельзя было сравнивать по влиятельности с великобританией то к концу уже в общем то можно и это община особенно после того как америка вступила в первую мировую войну это община уже поддерживала идею еврейского национального очага в палестине другое дело под под чьим мандатом английском или американском это отдельный разговор дальше изменилась немножко ситуация на фронте все-таки жопатинский конечно был прав но дело все в том что с одной стороны после русской революции когда россия вышла из войны турки смогли перебросить в палестину те части которые до этого воевали с россией а это численно было очень много во вторых применялся состав немецких военных советников да и среди турецких офицеров было много людей прогрессивных но там в частности воевал кемаля татюр и поэтому если агенби достаточно легко может быть завладел южной частью вот современного израиля то его продвижение на север застопорилась какой-то момент и там уже может быть без без помощи вот этих еврейских военных формирований пришлось бы англичанам довольно трудно и кстати упомянем что среди сианистов которые воевали за освобождение палестины многие воевали в составе собственно британской армии имея ввиду не в составе еврейского легиона и среди них был молодой сын герберта сэмуэла человека который станет первым английским верховным комиссаром палестины и о котором могут мы сейчас поговорим с вами конечно конечно я сейчас как раз найду фотографию герберта сэмуэла личность достаточно интересная и смогу показать вам его фото вот это герберта сэмуэлл я пока напомню что он племянник того самого лорда монтагю то есть практически у нас семейный конфликт да практически семейный конфликт значит эта фигура честно говоря мне очень симпатично очень прежде всего сэмуэлл стал первым евреем именно евреем который не отказался от своей веры который получил пост в правительстве великобритании дальше он поддерживал очень близкое отношение с вальцмана он поддерживал между прочим сианистов и евреев не только в этот период своей деятельности но и потом он перед второй мировой войной будет очень активно пробивать идею чтобы англия приняла еврейских детей из германии чтобы она вообще принимала еврейских беженцев он очень много всего сделает ему ставят в вину некоторые вещи ему ставят вину например то что во время его правления так получается что это хронологически совпало образовалась государство трансиордания и фактически идея мандат был как бы разделен получается мандат был разделен дальше его обвиняют что якобы именно он стал продвигать идею что палестина может принять только такое количество евреев которые соответствуют экономическим возможностям в данный момент то есть сколько можно так сказать там найти рабочих мест обвиняют его во многом что он неправильно оценил хаджамина аль-хусейни и помог ему стать муфтием сейчас мы обо всем этом поговорим есть еще время я постараюсь быстро итак обвиняют его погромах 20 21 годов которые были в ходе которого кстати когда мы помним было вооруженное сопротивление которое жабатинский его люди оказали жабатинский будет арестован но насколько я знаю сэмэл все таки прибыл туда в палестину чуть чуть после этих событий и как раз одним из своих первых указов он освободил жабатинского и разрешил вернуться высланному из страны хусейни или я ошибаюсь рвм хотя впрочем это не так важно раз уж мы заговорили честно говоря не проверял я просто помню что были такие обвинения в адрес надо будет проверить значит во первых давайте пойдем по хронологии и так герберт сэмэл является верховным комиссаром сейчас зажгу свет хорошо а то же становится он становится верховным комиссаром палестины в двадцатом году и будет занимать этот пост до 1925 года интересно как исторический анекдот почти рассказывают что когда он высадился в яфу и принял как бы власть от предыдущего от своего предшественника руководителя военной администрации английской то он написал расписку принято палестина в количестве одна дата подпись ну да он вообще говоря но если говорить о достижениях еврейского и шоу в период когда сэмэл руководил английской администрации в палестине то это прежде всего увеличение количество еврейского населения практически в два раза увеличение количество населенных пунктов еврейских практически в два раза это открытие в иерусалиме штаб-квартир сионистских организаций открытие там верховного равената объявление иврита одним из трех официальных языков палестины и вот сейчас коснемся одного момента я ссылаюсь на книгу история государства израиль михаила штереншес семей только-только приехал палестину происходит его встреча с сионистским руководством такой большой большой зал торжественный он делает обещание рассказывает о своей политике и говорит что мы предлагаем вам в течение ближайшего года 16 с половиной тысяч визных виз и и он как это описывает штереншес семей ожидал взрыва аплодисментов вместо этого какая-то растерянность и наконец ему отвечают ему отвечают никто иные как себя как сионистские руководители вы понимаете мы не можем найти столько рабочих мест мы не сможем абсорбировать такое количество давайте не 16 с половиной а 8000 хорошо семей соглашается и действительно в течение ближайшего года палестину прибывает всего 8000 человек а учитывая тяжелейшие условия и последствия гуманитарной катастрофы которая там была во время войны тысяча человек еще и покинула палестину вот ну и спрашивается но и какие у него могли быть взгляды вот после такого эпизода до этого вообще еще находясь в англии семей считал что не надо рассматривать палестину как место куда приедут все евреи он считал что в силу размеров страна в состоянии принять порядка трех миллионов и если эти три миллиона смогут создать экономические успешные в культурном плане успешное общество то это окажет очень положительное воздействие на всю диаспору и будет такое хорошее взаимное дополнение между эра цесара или диаспоры вот таковы были его взгляды вот но говорить конечно что именно он стал автором идеи ограничения репатриации виду того что в палестине тяжелое экономическое положение это конечно не справедливо на мой взгляд но если конечно что пишет правду теперь по поводу событий в иерусалиме в двадцатом году чтобы что происходило как раз в это время незадолго до этого за год до этого в сирии было создано королевство во главе с королем фейсалом из хашемийской династии то есть вот той династии которая сейчас правит в иордании и у многих арабов в палестине в частности у аль-хусейни который в то время был начинающим политиком быстро приобретал религиозный вес и политический вес у хусейни возникло предположение что англичане благосклонно отнеслись бы к идее вхождение палестины в королевство сирии и тогда во время праздника наби мусса сейчас поясню это мусульманский праздник в честь пророка муше которого арабы называют мусса и в отличие от еврейской традиции мусульмане и верят что муше муса перешел таки и ордан и что место его захоронение известно что она якобы находится недалеко от иерусалима по дороге иерихо я думаю это технические помехи я думаю можем продолжать на там там у нас какие-то шумы периодически отрегулировать спасибо вот и как раз весной устраивается праздник оби муса в то время у нас наби муса когда процессия из иерусалима движется двигалась к месту предполагаемого захоронения я тут еще один момент позволю себе этот праздник вообще говоря получше ждет исторически в пику христианах потому что мы знаем что в пасху христиане совершали паломничество как раз из икона в иерусалим и уже в мамлюкский период этот праздник был учрежден мусульманами чтобы показать так сказать кто в иерусалиме хозяин то есть тут вообще говоря о том празднике есть тоже своя политическая коннотация но мы знаем что выславная религия политика практически неотделимы да спасибо и так получается что поскольку христианская пасха и еврейский праздник песок находятся всегда по времени довольно близко друг другу и наби муса выпадает тоже на этот же период то есть получалось что сразу три праздника в это время и вот в двадцатом году хусейни обратился к арабской толпе с портретом короля фейсала который в то время был королем дамаске и с лозунгами о арабы вот ваш король он думал что англичане его поддержит есть версии действительно есть версии что кое-кто из офицеров британской колониальной армии знал о планах хусейни организовать погромы и беспорядки и даже подбивал его на это и что не случайно в день этого праздника английские войска почему-то были выведены из иерусалима вот ну так или не так трудно сказать ошибся между прочим и жаботинский со своими силами самообороны он понимал несколько дней было ощущение что сгущается атмосфера в городе что что может такое произойти какие-то столкновения но он думал что это произойдет в новых кварталах и те отряды еврейской самообороны которые были к этому моменту конечно еще малочисленные они не защищали старый город а столкновения начались именно там вот что случилось в двадцатом году ну конечно англичане ввели войска англичане подавили англичане репрессировали они не стали сначала разбираться потом они стали разбираться кто же все-таки там виноват кто был зачинщиком но так или иначе хусейни был выслан жаботинский был арестован и только после приезда герберта семейла все репрессивные репрессированные были так сказать выпущены была амнистия вот а хусейни поступил умно он стал всячески делать вид что он осознал свою ошибку и через год на аналогичный праздник набимуса в двадцать первом году естественно многие ожидали что опять может что-нибудь случится но хусейни сделал так что подчеркнуто ничего не произошло вот просто так сказать тише воды ниже травы и таким путем он убедил британскую администрацию что он в состоянии контролировать арабов по крайней мере в иерусалиме может быть не во всей палестине в некоторых других палестинских городах арабам не нравилась иерусалимская верхушка они выступали против нее что он был назначен муфтием тем более что к этому моменту его родственник был смещен с поста мэра иерусалима и мэром был назначен представитель конкурирующего клана на шашибе вот эта конкуренция мне кажется сыграла очень важную роль вообще наверное об этом стоит отдельно поговорить о тех внутренних конфликтах которые происходили внутри еврейского арабского мира у нас политическое убийство дыгана конфликты с харидин тема которая кстати у нас мало освещается политическое убийство дыгана я думаю стоит поговорить отдельно и о том как раб золенфельд и руководство старого ешуа выступали категорически на анти сионистских позициях и в общем на этих позициях остались и разные фракции внутри сионистского движения которые существовали на тот момент ревизионисты и рабочие сионисты и так далее а с другой стороны в арабском национальном движении у нас существует плановый конфликт двух семей в сении на шашибе да и если говорить об арабском движении то тут надо вот еще что учитывать что и для англичан и для еврейских поселенцев для руководства сионистского движения все-таки арабской стороной то есть тот человек с которым вести переговоры по другую сторону так сказать стола переговоров был абдалла эмир только что созданной трансы ордании никто не воспринимал того же самого аль-хусейне как политического лидера который может хоть что-нибудь возглавить хоть какое-то государственное образование а он сам этого очень хотел и поэтому получилось что он рассказать оказался в некоторым вакууме таком политическом дальше он допустил хусейне я имею ввиду если так вот его анализировать что он стал делать дальше да он 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 действительно гарантировал на какое-то время на несколько лет относительно мирное сосуществование по крайней мере со стороны арабов в иерусалиме но он стал играть на мусульманском поле он стал апеллировать к общее исламской солидарности продвигая идею о том что создание еврейского национального очага и сионистские идеи это угроза для всего мусульманского мира и все должны здесь сплотиться и это выразилось фактически просто в его подрывной деятельности в призывах к восстаниям естественно не против евреев а английская администрации вообще в антианглийских настроениях и там же в странце ордании и дальше в хиджазе вот туда в сторону аравийского полуострова и этим он восстановил против себя англича и добавим к этому еще что действительно арабские шейхи других городов палестины были недовольны гегемонией иерусалимских семей и не случайно общепалестинские арабские съезды вот период мандата проходили как правило не в иерусалиме в других городах и в общем то но мы потом посмотрим к чему все это привело для по крайней мере для палестинских арабов ничего хорошего в этом не было ну и для евреев тем более поскольку хусени оказался радикалом и он постоянно подпитывал такие погромные настроения просто просто в первые годы он еще способствовал сохранению ну да и погромы двадцать девятого года и конечно восстание арабское восстание официально против англичан но которое тоже привело к огромному количеству погромов 36-39 года в ходе которого в итоге хусени в итоге будет выслан а ну как мы знаем по большому счету делая книга тридцать девятого года во многом станет результат именно вот этого восстания хусени так что конечно для нас эта фигура достаточно роковая тем более что в годы войны как мы знаем он открыто выступил с поддержкой гитлер да вот ну а возвращаясь к первой белой книге белой книги черчилля это да действительно там получила продолжение идея о том что репатриацию евреев в палестину нужно ограничивать что ни в коем случае не должны ущемляться интересы арабов что трансы ордания выводится из из под мандата и это конечно было сильным ударом вот ну каким последствиям это привело и с другой стороны что все таки полезного сделали англичане в период ну скажем с семнадцатого года и например по двадцать пятый наверное сегодня уже поговорить не успеем наверное уже на следующий раз да я думаю что у нас наше время более-менее стекло и нам нужно будет заканчивать тем более что тема визита черчилля в иерусалим и вообще роль белой книги и вообще того что там происходило наверно отдельная достаточно интересная тема ну вот конце все таки покажу вам эту фотографию два упоминавшихся сегодня человека оба в каком-то смысле сионисты оба лидеры конечно британского истеблишмента один из них евреи слева это сергей бэксэмюэлл который на тот момент уже верховный комиссар британской мандатной палестины а второй хотя это еще до официального принятия мандата 2021 год мандат официально будет утвержден только в 22 а ну а справа конечно сэр винстон черчилль и мы видим их встречают в иерусалиме и я прошу прощения кстати говоря вот я хотел добавить с вашего позволения еще одно короткое замечание вы упомянули о том что герберт сэм и оба фигуры достаточно неоднозначно оценены у нас действительно наши историки еврейские историки часто приписывают ему целый ряд негативных вещей понятно что он был прежде всего представителем британского истеблишмента при всех своих сионистских взглядах и устранениях но тут надо также еще ради справедливости ради отметить что внутри британского истеблишмента были очень разные настроения и в итоге мы увидим что вот этот конфликт внутренне британском истеблишменте приведет к тому что вот эта старая плеяда христианских сионистов которые поддерживала герберта сэм ила в итоге свои позиции сдаст но я хочу сказать что многие из чисто прагматических соображений в англии считали на значение еврея сиониста на пост верховного комиссара крайне щепетильным и не совсем правильным жестом со стороны правительства и его величества в момент когда нужно утвердить некий так сказать нейтралитет и некий баланс между евреями арабами в палестине об этом писали в том числе в британской прессе вообще его фигура получил достаточно негативный такой publicity в англии и в том числе лорд алленби говорил об этом тоже который в принципе в целом относился с симпатией к евреям лорд алленби сказал что это назначение это самая большая ошибка британского правительства на тот период потому что она безусловно приведет как он считал к конфликтам и к арабским восстаниям был конфликт так скажем между лондоном и колониальной администрацией центром как бы мозговым центром британской колониальной администрации вообще всего ближнего востока был конечно каир в этот период и те матерые волки так сказать британской дипломатии которые работали в каире были настроены совершенно не так как лондонская аристократия которая в какой-то момент поддержала декларацию бальфора эти люди ее не поддерживали никогда и там было и ну может быть не до откровенного саботажа но во всяком случае можно себе представить какие документы и докладные оттуда шли в лондон уже и при военной администрации и в то время когда сэм был верховным комиссаром то есть все таки мы лишний раз убеждаемся это лишняя такая вот отсылка к сегодняшнему времени лишний раз мы убеждаемся в том что решается все таки все на местах решается все на месте можно о чем угодно договариваться в европе но будет так как происходит в палестине точно так же как мы в следующий раз увидим что европейские державы и соединенные штаты долго долго спорили о британском мандате о контроле над цветными местами какие там выдвигались предложения насчет комиссии а в итоге все решило только то что британская армия стояла в палестине а что касается трансаордании то опять таки все решило то что в девятнадцатом году англичане были вынуждены несколько сохранить свой воинский контингент и вывести его с восточного берега иордана после чего там наступило безвластие которое в итоге закончилось хотя герберт семуэл и писал в лондон просьбы и к нему приходили шлейхи оттуда с просьбой взять их под свое покровительство и он писал что необходимо снова вернуть туда английские войска вот но дело закончилось тем что там было создано государство трансаордания спасибо григорий на самом деле очень интересно как всегда и я думаю что мы с вами затронули темы уже которые поднимем на следующих лекциях темы так скажем так внутри еврейского конфликта в сионистском движении и с антисионистами арабского национального конфликта конфликтов внутри самой британской администрации все эти темы связаны с историей британского мандата с историей иерусалима и в этом свете мы их обязательно осветим ну огромное еще раз вам спасибо а сейчас у нас конечно время вопросов я еще минуточку хочу все таки сделать анонс что постараемся в следующий раз немножко поговорить о том что сделали англичане потому что им досталось семнадцатом году действительно жуткое наследство и поговорим о том как шла борьба в на выборах в иерусалимский городской муниципалитет это собственно говоря первая такая политическая прямая прямое политическое дипломатическое ну или электоральное столкновение евреев и арабов прекрасно я хотел закончить такой короткой цитаты как раз по поводу того что англичане мы знаем действительно иерусалим в общем то превратили при всех разговорах о том что много негативного было особенно в последний период в общем превратили иерусалим очень значимый центр и вот здесь в этой замечательной книге которая сегодня уже цитировал книги мартина гилберта иерусалим довольно интересная такая фраза брошенная с торсу со стороны это еще двадцатый год у нас со стороны заместителя мэра иерусалима он был сирийский грек то есть он очевидно принадлежал греческой православной церкви он сказал так в англичане делайте здесь так много стройте планы хотите создать здесь замечательный город вы показали нам так много новых и странных вещей в конце концов я думаю лет через 20 мы захотим вас прогнать видите как мне кажется это примерно отражает то что происходило во многом ну что ж друзья давайте вопросы наверное замечания комментарии и еще раз спасибо григорию спасибо на там григорий у меня вопрос вы рассказали разных точках зрения значит еврейского истеблишмента который имел какое-то влияние на принятие там декларации бальфора и дальше но как количественная еврейская община в англии разделилась за и против сионизма кроме вот этих двух-трех примеров лидеров как эдвин монтегю и другие вот в массе своей было примерно пропорциональное движение как бы за и против или было гораздо больше за чем против как это было количество вы знаете постепенно конечно но просто время работала на сионистов и их влияние постепенно увеличилась кроме того естественно все таки сказалось то что они победили в данной ситуации декларация бальфора все-таки была принята и идеи рава кука оказали большое влияние вот но с другой стороны то о чем мы можем говорить это касается лондона если говорить глубинки если говорить какие-то особенности может быть шотландии ирландии кстати говоря у англии вообще скоро возникли совсем новые проблемы потому что ей пришлось разбираться с ирландии пришлось разбираться с индии вообще повестка дня сместилась можно в какой-то степени сказать что просто эта тема ушла куда-то она перестала быть такой злободневной в конце концов большинство все-таки английских евреев это были люди но достаточно ассимилированные и даже если они сохраняли связь с еврейской традицией там все большее постепенно влияние получали реформизм консерваторы и так далее вот ask а скоро уже наступили времена нацизма в германии и вопрос уже был не в том право себя нести или не право в том что можно сделать или ничего нельзя сделать то есть я немножко у вас чуть-чуть поправлю если вы позволите все-таки реформизм консервативное движение в англии на самом деле не особо распространено но можно говорить о том что английские евреи традиционно достаточно культурно ассимилированы и фигура вот например раввинов английских в отличие от раввинов во многих других европейских стран они скорее следовали такой немецкой модели это должен быть широко образованный человек который прежде всего отражает интересы англичан в целом и уже дальше следует еврейским интересам в каком-то смысле даже последний главный раввин британии очень такая знаковая фигура лорд сакс во многом в общем этот продолжал это тоже примерно политику до него мы знаем были другие очень знаковые серьезные фигуры герц и все они занимали достаточно амбивалентную позицию в отношении поддержки сианизм это интересно что вот современная скажем политика еврейская политика в америке примерно такая же то есть в америке сейчас гораздо больше 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 сианизма исходит от христианской скажем американская община чем от еврейской и поддержка израиля и в том числе это сказывается на практической политике трампа это евангелисты задают тон а не евреи про израильский про сионистский и похоже что в англии во времена декларации бальфора тоже в общем тон задавали сионистский тон задавали христианские сионисты они еврейские но вы знаете здесь я все-таки не совсем бы согласился я вот еще раз может быть вернусь к той мысли которая была сегодня в начале мне вообще представляется что вот этот взрыв английского энтузиазма по поводу декларации бальфора по поводу того что что надо организовать возвращение евреев в палестину что это вещь такая вот даже может быть немножко научно необъяснимая могут по крайней мере с точки зрения исторической науки мы здесь можем уйти в область психологии могут в область религии так сказать это вот точно также как и не совсем и не совсем объяснимо почему вдруг этот энтузиазм потом так резко пошел на вот но вы правы в том что действительно очень что действительно именно английский истеблишмент не понимал евреев антисионистов вот они этого не понимали они сты были им понятны как националистическое движение так сказать легитимно нормально обычно обычное дело везде в европе такое есть вот а те кто те из евреев кто был настроен антисионистские ну лучшем случае эти английские аристократы говорили что ну у них нервы расшалились у нас будет очень интересный прецедент о котором мы наверное поговорим в следующий раз в связи с отношением сионистов в период британского мандата и харидимной общины и политическим убийством тихана мы знаем что харидим попытались создать некий прецедент такой своей внутренней культурной автономии и англичане в общем готовы в какой-то момент даже были на это пойти но это отдельная достаточно интересная история но я с вами в целом соглашусь конечно получается григорий тут такая ситуация во многом противоположная то есть турки признают вот этот старый ортодоксальный еврейский мир который вполне вписывается в их систему координат и не понимают или даже отказываются признать вот это современное по сути европейское сианистское движение еврейское считаю его угрозой а англичане по сути во многом наоборот и при этом огромное количество сианистов находящихся в россии российской империи в это время совершенно не имели никакого политического веса но если не считать того что из россии приезжали конкуренты такие как гундовцы такие как ну практически марксисты вот это да это было да это есть такой анекдот на эту тему что сианизм это заселение израиля русскими евреями за американские деньги об анекдотах говоря о серии герберта сэмуэля если еще один факт он впоследствии возглавит станет первым руководителем англо-палестинской электрической компании той самой которая сейчас известна как хеврат хашмаль вот и по этому поводу тоже будут шутки что британский мандат это британское правление плюс электрификация всей страны можно добавить пожалуйста я хотел сначала первое герберта сэмуэль там те даже были когда он пришел к власти был как бы занял свой пост там был даже момент когда он пришел в синагогу и читал недельную главу и тогда многие восприняли как это наступление библейских времен даже было такое англичане действительно водопровод появился в израиле улицы на улево улиц израиля они название организовали что касается вот рава зоненберга это тоже интересно как он главный раввин иерусалима он как бы противостоялся социалистическим идеям именно вот соотношение и более того он готов уже был послать конца корню хиджаза чтобы договориться чтобы остановить эту социалистическую волну именно равзоненберг как раз был главным сказать в этом плане застрельщиком остановить отдельная тема вообще принципе там это отдельная очень интересная тема вообще то что вы сегодня рассказывали там уже дополнение в комментарии это это бесконечный процесс это может много разговаривать но вообще так интересно потому что было противоречие между ортодоксальной общиной и социалистическими этими движениями там в одессе большой конфликт и в общем кое-как это его как-то устаканиваешь но очень от этого очень такая проблематичная история но вот вы предвосхитили как мне кажется то о чем там наверное стоит поговорить на следующей нашей встрече в том числе в отношениях равзоненберг и равкука их знаменитой поездки по израилю по поселениям и потом очень непростым отношением которые будут складываться между ними и взаимоотношениями между ну условно говоря харидин того времени и теми кто поддержит равкука это отношение к сегодняшней действительности очень большое здесь мне не обойтись без чьей-то помощи может быть техниками обращусь прекрасно очень хорошо прекрасно и какие-то материалы я тоже подготовлю я думаю что нахама нам готова будет помочь нахама да надо включить нахама нет я хочу поискать нет плохо еще слышно сейчас слышно первую фразу нет мне кажется у меня были фотографии из этой поездки я могу посмотреть но они вообще известны довольно я не знаю вас есть ровен но у меня что-то есть но мы будем рады вашему участию безусловно спасибо спасибо с удовольствием послушаю спасибо большое вот а я пока в качестве небольшого анонса если кому-то интересно вот это книга книга авива холомиш из из серии открытого университета видно да последний на лучше иерусалим в веках это вот очень хороший источник вот у меня он есть он мне очень пригодился когда я диссертацию писал вот и если это возможно как-нибудь достать я всем рекомендую спасибо можно два слова сказать пожалуйста значит я очень просто поступил я просто открыл статью в википедии декларация бальфора и там совершенно четко в нескольких пунктах объясняется что просто была политическая злоба дня которая была правдан эта декларация там разные всякие причины связанные союзниками с американцами россии то есть это был просто сказать чисто рациональный шаг со стороны англичан а вовсе не какие-то там высокие материи это эмиль да эмиль спасибо за ваше мнение но мы эту тему в принципе подробно обсуждали в том числе мы говорили также о том что позиция например хайма вайтсмана который принимал самое непосредственное участие в создании этой декларации по сути наверное его роль вообще была ключевая очень кардинально отличается от того от той которую вы сейчас озвучили но я вас обращаю к нашей предыдущей лекции где мы об этом довольно подробно говорили это просто чисто такой английский патриотизм и хорошая игра просто понимаете я думаю что здесь всего понемножку наверное да Григорий я хочу сказать что эмиль прав в том плане что это действительно мейнстрим считать так в современной исторической науке в основном принято такое мнение во многом благодаря тому что его развивали и сами англичане потом в 30-е годы вот но есть люди которые с этим не соглашаются в частности вот упомянутая сегодня барбара хакман которая написала книгу библия иметь дочь посла американского при администрации вода вилсона в османской империи очень интересная книга она придерживается другого мнения есть еще конечно и другие авторы которые считают по другому но мейнстрим да такой как вы говорите эмиль то есть это имеет продолжение мне кажется например я считаю трампа нашим лучшим другом но я так думаю что здесь тоже есть совершенно рациональные политические интересы они странным кажется что ссылаются в политике на какие-то чувства на какие-то понимаете какие-то сантименты хотя все продиктовано совершенно четко определенными интересами мне кажется что именно в примере современной политики и трампа здесь есть сочетание и чувств и реальной то что называется реальной политики и поэтому это такая интересная вот аналогия ситуация на мой взгляд очень параллельная тому что произошло в Голливуде он учился в евреев хорошо играть так что в Голливуде друзья не забывайте что в отличие от ситуации того времени основная группа поддержки трампа который обладает очень большим влиянием в америке это евангелисты а евангелисты однозначно стоят на религиозных позициях это именно христианский сионизм поэтому у каждого этого не заняется что говоря о том что родственники трампа это товарищ Кушнир так что мы там безусловно играем определенную роль я бы не стал этого недооценить но если вернуться к вот времени британского мандата и декларации Бальфора то мне кажется что ну опять же это мое мнение есть очень разные подходы к истории к исторической науке мне очень близка гегельская идея цайдгейст дух времени и мне кажется в каком-то смысле наверное вот эти события в бесконечном итоге мы верим в то что история управляет Всевышним тут я уже немножко говорю наверное с религиозных позиций да пользуюсь так сказать своим статусом раввина я думаю что ну и Равку кстати мы знаем часто это гегельскую идею цайдгейст приводит она в трудах Равкуха очень важная и ну мне кажется что действительно можно говорить о том что созрело это время я позволю себе даже короткий комментарий такой из Софачева Рэбе который очень интересный приводит комментарий к Магилата Стеф связанный с декларацией Бальфора как ни парадоксально и Софачева Рэбе спрашивает очень интересный вопрос почему на первом пиру мы помним что Истая приглашает на пир Амана и Ахашвироша она ничего не говорит и приглашает их на второй пир и говорит в общем по сути объясняет этот цайдгейстом в еврейской традиции есть такое понятие что если злодею так сказать улыбается улыбается фортуна ашаам и сахекетло то бесполезно как бы с ним иметь дело и она ждет так сказать такого если хотите подмигивания со стороны Всевышнего и когда становится ясно между первым и вторым пиром что фортуна так сказать колесо фортуны переворачивается она понимает что это есть то самое это рацион время благоволения когда нужно просить то есть это в общем некое понимание цайдгейст и вот именно в таком контексте мы должны воспринимать декларацию это подмигивание Всевышнего это цайдгейст это так сказать начало некой новой эпохи англичане оказались здесь если хотите проводниками этого и посланниками является ли это случайным или нет лично я ваш покорный слуга столь не считать что нет ну у меня есть определенное англофильство которое кстати было уже Батинского кстати конечно было и у Вайтсона и у многих людей в то время которые активно участвовали в этом проекте но я может быть не совсем здесь объективе но поэтому мне все разговоры о том что в английском называют perfidious albion такой знаете коварный альбион и британская политика исключительно приписывает прагматизм очень жесткий и стремление всегда и все использовать в своих интересах как это знаменитое высказание одного британского политика у Англии нет друзей есть только политические интересы я думаю что это конечно имеет место быть но это не является исключительным фактором есть и другие это опять же мое мнение я хочу согласиться с вами что действительно историю делать все вышли но в то же время если мы посмотрим то что вы сказали пример Магалат Истер то я напомню что там театр играет большую роль и напомню что Истер в общем то будучи рядом с Ахашвирошем очень хорошо знал его характер мы его знаем с самого начала то есть что он любил швыцать то что называется да там сделать этот пир и все и любил выпить хорошо вот то есть кроме этого всего я думаю она очень рационально поступила ожидая этого подмигивания всевышнего как вы говорите она сама в общем то делала что-то для этого не просто было ожидание вы знаете Эмиль я вам хочу порекомендовать такую замечательную книгу ее пока еще не перевели на русский но на моем канале у меня есть лекция на эту тему Йором Хазони один из очень интересных наших современных политологов если хотите отработать в Шалэм Центр написал политический комментарий на книгу Эстер книга эта в свое время стала бессилером в Америке было несколько ее изданий и ну это очень интересная тема он там говорит в том числе о тех вещах о которых говорите но это немножко отдельная тема мы с вами ушли немножко с вами друзья всем большое спасибо я думаю что наше время в общем то уже истекло я хотел всех поблагодарить отдельное большое спасибо Григорию за очень интересные материалы вас всегда очень интересно слушать даже если я вас перебиваю периодически простите меня я как настоящий еврей обязан перебить мы же с вами беседуем да у нас с вами беседа происходит я не могу беседовать сам с собой совершенно точно периодически я вкрапляюсь у меня получается прям такой аж монолог если не дайте сказать два слова но при этом так сказать каждые пять минут помешивайте кашу я хотел закончить тем что опять же всех вас поблагодарить и пожелать замечательной недели легкого поста 17 тамуза и если я правильно понимаю Натан мы решили чтобы у нас было немножко больше времени подготовиться к встречам и получить ваши вопросы эти встречи ввести в формате по понедельникам раз в две недели у нас будет правильно Натан? да общая идея такая мы сейчас отрабатываем как бы эту схему ну вот та рамка то что называется встречи конференции и они могут быть в формате как сейчас когда есть ведущий и когда есть ну скажем лектор да ну и соответственно участвующий это один формат а второй формат когда есть ведущий когда есть как бы несколько несколько тех кто представляют типа лекторы вот мы будем стараться это делать действительно раз в две недели и это будет перемеживаться с тем что одна неделя будет вот такая встреча а на следующей неделе будет лекция самого Рувина и так она будет по вторникам если я правильно понимаю да 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 вот эти лекции которые сейчас они будут так мы надеемся что они будут раз в две недели окей и соответственно всем будут рассылаться сообщения а лекции самого Рувина они будут в те недели, когда не будет вот этих встреч. Окей? Натан, спасибо за разъяснение большое. Я прошу прощения, не окей. Потому что Рафариувин сказал вторник, а Натан говорит раз в две недели в понедельник. Это разные вещи. Сейчас внесем ясность. На самом деле, одна из больших проблем, люди, которые делают репатриацию, они просто им говорят, забудьте вообще название воскресенья понедельника, потому что это дико путает. Я вам скажу сейчас, как это для моего уха, да, а вы сейчас переведете это на... Шини и шлиши. Вот по шини... Разные дни. Правильно, разные дни. По шини, по понедельникам это онлайн встречи, конференции. А по ем шини, соответственно... Ем шлиши. Теперь уже вторник. Мои встречи по вторникам. Я объясню еще раз, чтобы вы не запутались. Значит, конференции у нас по понедельникам раз в две недели. Они же ем шини, манды и так далее, да? Соответственно, мои встречи, то есть мои лекции будут тоже в формате раз в две недели, но уже по вторникам. То есть, соответственно, ем шини. Это то, что я хотел сказать. Все те люди, которые присутствовали здесь, насколько я понимаю, они зарегистрировались. Дальше. Вот это важно. Вот этот ваш линк, он справедлив для всех конференций, которые по ем шини, по понедельникам. То, что касается лекций самого Роуэна, я думаю, на самом деле сделаем так, для того, чтобы не сводить совершенно с ума, будет просто линк на Zoom и будет пароль, который будет просто высылаться людям и все. Окей? Чтобы не было двух регистров. Да, желательно как-то попроще сделать, а то периодически я сам не могу зайти. Твои лекции. Твои лекции будет просто пароль и будет Zoom, а эти регистрации, почему я спросил, в некоторый технический момент такой трюк. Почему? Потому что, когда люди регистрируются, они оставляют мейлы. Я эти мейлы, я их добавляю в список рассылки, тогда я могу людям все время сообщать о том, что у нас происходит. Окей? И, соответственно, каждый второй понедельник мы встречаемся, да, и продолжаем эту серию. Правильно? Да, мы с тобой, грубо говоря, встречаемся через неделю. Где? Ну как, не надо. То есть не в ближайший понедельник, который будет у нас, соответственно, 13-го, а 20-го числа. Да. Да? Окей? А то, что будет в промежутке, об этом мы сегодня не говорим пока что. Это будут лекции, которые идут в рамках курса «Актуальные аспекты проблемы удаизма», которая отдельно каждую тему, ее подбирает сам Руин, а я сообщаю Людам. Понятно. Хорошо? Да-да-да-да, пока не кончили. Можно попросить вот книги, которые сказали про Русалим Гвебова? Плохо слышно очень, Сеня. Мне удалось расслышать, что Шимон говорит про книги, которые... Это да, это я тоже понял. Название авторов можете послать по мейлу? Да, нам надо будет послать вот эту книгу Мартина Гилберта «Иерусалим» и то, что упоминал Григорий. Григорий упоминал тоже пару книг сегодня. Алина Холомиш, да. Пошлем. Я думаю, мы это пошлем. Пошлите, пожалуйста. Натан, можешь... Шимон, вы можете написать на чат? Вас плохо слышно, какая-то проблема с микрофлором? Напишите на чат, если можно. Сейчас, я пока не кончу. Надо посмотреть. У нас на чате есть что-то, какие-то сообщения. Наверное, разместим это вот на платформе Facebook. А, да, это я тоже. Я этого, как бы, говорил в прошлый раз, но поскольку у нас такой вал идет. У нас, во-первых, есть страница в Facebook, я думаю, народ про нее знает, которая называется онлайн-конференция. Там выставляются записи, там же можно вести обсуждения. А кроме того, кроме того, это все в рассылке я сообщу, кроме того, на сайте relmod.org там есть отдельная страница по вот этому мини-курсу, посвященному Иерусалиму или встречам, и там тоже идет подборка всех записей. И туда же я вставляю материалы. То есть есть Facebook, а есть страница. Но можно это все не запоминать, потому что как только будет запись, и мне пришли дополнительные материалы, я это выставлю, и, соответственно, тем людям, которые зарегистрировались, они просто получат сообщение обо всем. Окей? Прекрасно. Ты меня сейчас слышишь? Меня сейчас слышно? Сейчас слышно, да. Можно вот я послал к Миде, что вы сказали, послать по мейлу, чтобы нас будут найти и купить? Да, нет проблем. Гриш, пожалуйста, и Рувен, те дополнительные материалы, которые у вас будут, пришлите мне, я подожду с опубликованием записи, и тогда сделаю это в одном сообщении. Хорошо? Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Огромное спасибо. Спасибо за ваш интерес, за ваше участие. Всем большое спасибо. Еще раз огромное спасибо Григорию, огромное спасибо Натану за техническую поддержку и Шаркоах. Всем замечательной недели, легкого и осмысленного поста, и будем очень рады вас видеть. Окей. Да, мы очень рады. Посещайте страницу в Фейсбуке, ставьте лайки, делайте шер, рассказывайте своим друзьям, приглашайте их делать регистрацию и присоединяться к нам. Окей. Всего доброго. Всем счастливо и пока. Спасибо.